8 апреля отмечается добрый и веселый праздник – День российской анимации. Именно 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма «Прекрасная люканида». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых. Кукольная анимация Старевича имела огромный успех и не только на родине, но и за рубежом. Для своего времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве. Мультфильм поразил зрителей именно своей техникой. Многие из них были уверены, что смотрят уникальные натурные съемки и мастерство дрессировщика насекомых, а не рукотворные модели. С тех пор российская анимационная школа завоевала в мировом анимационном искусстве твердые позиции. В ней работали и работают выдающиеся мастера, чьи работы вошли в золотой фонд мировой мультипликации и сегодня продолжают радовать зрителей. В настоящее время российская школа мультипликации не теряет своих высоких позиций, а ее разнообразие стилей и направлений поражает воображение. В последнее время все большую популярность набирает такой вид рисованной анимации, как рисование песком или песочная анимация. И это не случайно. Песок приятен на ощупь, одно только пересыпание песка завораживает. В отличие от рисования на бумаге, на песке можно в любой момент все стереть и нарисовать заново, а следовательно воплотить свои фантазии в реальность, не боясь ошибиться. Дети очень любят рисовать сказки. Предлагаем вашему вниманию мультфильм «Цыпленок» по одноименной сказке Корнея Чуковского. Жил на свете цыпленок. Он был маленький. Вот такой. Но он думал, что он очень большой и важно затирал голову. Вот так. И была у него мама. Мама его очень любила. Мама была вот такая. Мама кормила его червяками. И были эти червяки вот такие. Как-то раз налетел на маму черный кот и погнал ее прочь со двора. И был черный кот вот такой. Цыпленок остался у забора один. Вдруг он видит. Взлетел на забор красивый большой петух. Вытянул шею. Вот так. И во все горло закричал «Ку-ка-ре-ку!» И важно посмотрел по сторонам. Я ли не удалец? Я ли не молодец? Цыпленку это очень понравилось. Он тоже вытянул шею. Вот так. И что было сила запищал. Пи-пи-пи! Я тоже удалец! Я тоже молодец! Нос подкнулся и шлепнулся в лужу. Вот так. Тут к цыпленку подбежала мама. Она пожалела и приласкала его. Вот так. Субтитры делал DimaTorzok Читайте книжки и рисуйте по ним мультфильмы. Так дети лучше запоминают сюжет и фантазируют над образами героев. Субтитры делал DimaTorzok